Сегодня мы с вами познакомимся с библиотекой от Facebook, которая называется React Native. Это библиотека, которая позволяет писать интерфейсы сразу же под iOS, под Android, под сайты и под приложения и шлемы «Дополненная реальность». Я Димка Реакнативный, псевдоним мой такой, блогерский, потому что я создатель первого курса по React Native в Рунете и являюсь на данный момент первым русским блогером-программистом в программе AWS Community Builders от Amazon. Также я создатель мобильного приложения «Игра Лила», которое входит в топ-30 по образованию в России. И сейчас, в данный момент, работаю React Native-разработчиком в компании Muffins.io. Мы разрабатываем мобильное приложение RightWay на американский рынок в сфере телемедицины, здравоохранения. С библиотекой React Native от Facebook вы сможете писать код как под iOS и под Android на одном JavaScript, так и создавать на нем сайты и приложения для «Дополненной реальности». Но я уже это говорил, поэтому можем дальше. Кто использует вообще React Native? React Native использует Facebook, приложение Facebook для рекламы, Instagram, Oculus, Coinbase, Shopify. Чтобы посмотреть весь список, давайте мы сейчас зайдем на сайт. Это вот сайт React Native. И вот можно посмотреть Discord, приложение сделано на нем же. Skype, Tesla, Printerest, Uber Eats. Ну, в общем, этот список можно перечислять, перечислять и перечислять в ОК девочкам, кто знает. А основная концепция React Native – это Learn Once, Write Anywhere. То есть, смысл какой? То есть, вы учите синтаксис написания кода, который предлагает Facebook. И при помощи этого синтаксиса вы покрываете многие свои задачи. То есть, вы можете писать приложение, как я уже говорил ранее, для разных платформ на сайт и для шлемов «Дополненной реальности». То есть, все на одном JavaScript. Выучил один раз, использую везде. А, кстати, также можно делать десктоп-приложение на компьютер. Под Windows, под Mac OS. Тоже все на одном React Native. То есть, вот говорили, нет серебряной пули в программировании, но она реально появилась. Благодаря тому, что JavaScript такой универсальный, что он покрывает все сферы деятельности, бизнес-задач, которые ставят перед нами в современной реалии. Немножко история. Существует такой закон Antwuda, который разработал, придумал, точнее, Джефф Antwud. Это американский блогер, да, старичок лохматый. И он, в общем, гласит так, что любое приложение, которое может быть написано на JavaScript, будет записано на JavaScript. Непременно. Почему? Понимаете, да? Потому что JavaScript – простой очень язык. И писать что-то, реализовывать на более сложной логике, когда можно решить более просто ту же самую задачу, как бы смысл усложнять себе жизнь. Поэтому этот закон, он как бы такой уже стал наречием в нашем мире программирования, и мы его используем посеместно. JavaScript раньше как попадал к нам в мобильные платформы? Единственным путем была возможность писать приложение на JavaScript под мобилы. Это через браузер, да, браузер представляет себя WebView. То есть вы пишете сайт, который адаптируется под мобильную платформу, открывая его в браузере. Но минус какой браузер, кто знает из вас? В браузере работает интерфейс намного медленнее, из-за того, что процесс рендера, он самый дорогой. Это отрисовки компонентов. И поэтому в браузере все вот это такое более тормознутое. И рынок приложений мобильный из-за этого и развивается, что при помощи приложения вы можете решать задачи реально быстрее и удобнее уже сейчас. И на рынке появились такие решения. До React Native это Cardova и PhoneGap. Они начали предлагать что? Они начали предлагать решение. Написал один раз, используй везде. То есть вы написали код на JavaScript. Используете его для сайтов. И также этот же код вы можете поместить в мобильное приложение. Прямо так же он будет на аппку нажиматься. Его также можно скачать из App Store. Но работает его, он также продолжает через WebView. То есть решили просто WebView перенести из браузера в мобильное приложение. И таким образом появилась вот такая прослойка в виде Cardova. Но опять же минус этой Cardova. Почему она не продолжила долго жить. Кто-то еще до сих пор ее использует. Но не очень популярное это решение. Потому что скорость работы, user experience такой, что мы ожидаем от кнопочек, отклика от сервера очень быстрый. Потому что мы привыкли на каких-то приложениях хороших к определенному поведению. И такого же поведения ждем от других приложений. И когда мы видим приложение более тормознутые, мы понимаем, что нам что-то приложение не нравится интуитивно. Почему? Потому что оно сделано на примитивных уже технологиях, которые не соответствуют реалям нынешнего времени. И появился React Native со своей философией, что мы пишем, учим точнее один раз, но используем везде. То есть вы изучите всего лишь навсего один синтаксис на одном языке JavaScript. То есть вам не нужно даже учить CSS. Потому что в React Native вы все верстаете при помощи того же JavaScript. Ванильного JavaScript, который вам преподают в Техникуме. Что из себя представляет React Native? React Native представляет из себя конструктор Lego. То есть это ядро компонентов. Кнопочки нажатия, свечи. Там какие-то кнопочки, переходы из черного в белый. Scroll view, view, текстовые поля, input и так далее, и так далее, и так далее. То есть все те элементы, которые вам нужны при построении мобильного приложения. То есть у вас есть какая-то фантазия. Вы при помощи этого конструктора можете реализовать свою фантазию. И вас не ограничивают больше ничего. То есть WebView, он со многими ограничениями. Эти компоненты изначально нативные. То есть они написаны на Objective-C под iOS и на Java под Android. То есть под капотом у React Native Objective-C и Java компоненты. А верхний слой написан на JavaScript. Как раз при помощи этого слоя вы управляете этими компонентами, как ручками. Как работает? То есть, ну, допустим, разберем компонент View. Существует такая прослойка, которая называется BridgeMost. И при помощи этого моста JavaScript код компилируется и отправляется соответствующий Java код на Android, Objective-C код на iOS и HTML код на сайт. Если вы делаете React Native Web. То есть это полностью нативная библиотека. Поэтому она называется React Native. По поводу платформы. Существует такой компонент, который называется платформа. При помощи этого компонента вы сможете разрабатывать специфичный код под каждую платформу. Ну, например, под iOS. Как это выглядит? Первый образец. Если вы увидите, платформа точка iOS равно iOS. И вот код, который идет в скобочках, он будет отображаться исключительно под iOS-платформы. Если вы хотите показать код исключительно под Android-платформы, например, в одном месте один логотип, в другом – другой, то вы пишете платформа точка iOS равно Android, и вот дальше идет код реализации. Все просто. Можно адаптировать под каждую платформу универсально. В React Native не используется CSS, и я об этом уже сказал ранее. Все делается на ванильном JavaScript. Вы пишете приложение на ванильном JavaScript. Верстайте на нем же. Все делаете на нем. Исключительно не на нем. Вот как выглядят из себя компоненты. Примерно посмотрите. Это обычная JavaScript-функция app. В которую передается компонент Vue, который, в свою очередь, импортируется из конструктора нашего React Native. Vue – это компонент для отрисовки полей. Одно из преимуществ React Native – это быстрое обновление компонентов в режиме реального времени. Отрисовка, точнее, их. То есть, когда вы внесли какое-то изменение на Objective-C и на Android, что вам нужно сделать? Вы берете, компилируете код и ждете, пока приложение снова скомпилируется. То есть, вам нужно примерно ждать, в зависимости от мощности машины, от 30 до минуты по времени. И это время трудозатраты. Чтобы этого не делать, JavaScript позволяет этого не делать. То есть, у вас мгновенное обновление происходит. Вам не нужно компилировать этот код. Потому что JavaScript работает в мини-виртуальной машине, которая, в свою очередь, работает в средах iOS и Android. Поэтому мы добиваемся перформанса. То есть, вы можете посмотреть изменения, которые сделали, очень быстро, в режиме реального времени. А нативные фичи. То есть, при помощи нативных модулей вам доступны все то же самое, что доступно и для Java. То есть, это работа с фото, видео, аудио. Работа с пуш-тентификациями. Работа с геолокацией. То есть, все, что можно делать в Java и в Objective-C, для вас доступно. И вы можете также это все использовать. React Native обычно используют двумя способами. При помощи React Native CLI и такого инструмента, как EXPO. У каждого есть свои плюсы и недостатки. И вот это вот моя статья на Хабре. Вы, если ее почитаете, то сможете понять, чем одно отличается от другого. Но коротко скажу, что в основном начинающий любит EXPO. А более профессиональные разработчики предпочитают React Native Enid. Почему? Потому что EXPO, в него сразу же вшито решение нативных модулей. Но как только вам понадобится какая-то сторонняя библиотека, которая использует нативные модули, что-то там кто-то придумал, изобрел, и вы хотите использовать эту фичу в своем приложении, для того, чтобы вам ее подключить. Вы не сможете ее подключить, потому что она не входит в конструктор EXPO. Но EXPO, плюс его какой, почему его любят? Его очень легко запустить на Windows и на iOS. То есть он быстро запускается. То есть для начального изучения EXPO подходит идеально. Для профессиональных приложений, не для ПЭТ-проектов, лучше всего использовать React Native CLI. React Native CLI. React Native – это библиотека от Facebook open source. То есть вы можете посмотреть весь код этой библиотеки, доступен в репозитории на GitHub. И вы можете изучить, из чего представляет себя эта вся библиотека. Более того, если вы найдете какую-то ошибку, вы можете всегда исправить эту ошибку, либо написать об этой ошибке, чтобы какие-то более опытные разработчики ее исправили. Эта библиотека живет за счет не только Facebook, инженера Facebook, а за счет open source community, которая ее развивает. Представьте себе, тысячи программистов, сотни тысяч программистов, потому что React Native сейчас конкурирует только с Kotlin. У нас 50 на 50 мобильный рынок поделен. И представьте, сколько себе программистов в мире используют эту библиотеку. Так вот, все они занимаются развитием этого продукта. Постоянно выходят какие-то обновления, какие-то если баги находятся, они быстро чинятся. И за счет open source динамически и очень быстро развиваются продукты. Ну, не только это относится к React Native. Вообще, все продукты, которые находятся в open source, они за счет комьюнити очень быстро развиваются. Потому что народ просто видит что-то, как можно улучшить ситуацию, и помогает друг другу сделать общий продукт полезным друг для друга. Одно еще из главных преимуществ React Native – это JavaScript. Изи. Реально, писать на Objective-C, на Java, либо даже на современном Swift и Dark – это как бы несравнимо с ванильным JavaScript. И кто работал и там, и там, знает. Вот у нас Филипп из Гарнахима. Он говорит, у нас, чтобы получить данные, нужно столько сделать всего, чтобы решить ту задачу, которая решается в JavaScript. обычным fetch. Вы функцию fetch передаете URL и получаете данные. Вы парсите, передаете какой-то менеджер по хранению состояния и рендерите его. Все. То есть задача из трех шагов решается очень быстро. Я надеюсь, вот у нас здесь Даниэль присутствует в зале. Он вам покажет это, что школьники, понимаете, у нас школьники на JavaScript в 12-13 лет уже решают задачи и React Native понимают. Потому что наш курс адаптирован в том числе и для детей. Изначально была такая задача сделать его максимально простым, чтобы, изучая его, вы через юмор, через какие-то образы, через примеры более проще поняли основные паттерны, которые вам нужно использовать для написания приложений на JavaScript. И количества этих паттернов не так много. Например, по JavaScript вам нужно знать всего лишь 30 серий. Вот 30 уроков вы пройдете, и вы будете знать необходимый минимум для того, чтобы делать мобильные приложения. Это вам более чем достаточно для того, чтобы покрывать основные бизнес-задачи, которые будет перед вами ставить работодатель. Либо если вы будете делать приложения для самих себя. Поэтому это реально изикатка. Какая зарплата у нас на рынке? Junior разработчик зарабатывает 50 тысяч рублей, Middle разработчик зарабатывает 150 тысяч рублей, Senior разработчик зарабатывает 200 тысяч, лид на 300 тысяч. В нашей школе мы также платим ученикам, готовым трудоустроить лучших, даем практику, ну и платим. В том числе мы платим за создание видео, написание статей, ведение блога. То есть много различных есть задач, которые мы могли бы вам делегировать за финансовое вознаграждение. Наши контакты. Мечта, идеализируй, твори. Онлайн занятия в нашей школе бесплатно. Можете приходить в наш дискорд канал. По QR-коду можно найти все наши социальные сети. И сейчас, я думаю, мы от презентационной части с вами React Native погрузимся немножко в основы концепции React и посмотрим, что он из себя представляет. Перейдем на наш сайт. Вот, кстати, по поводу статьи по экспо. Вот она на хабре. Тут почитайте. При выборе, на чем запускать React Native. Так, начнем с того, что из себя представляет React. Для того, чтобы React работал, нам необходимо подключить библиотеку React. React нам нужен для того, чтобы мы могли использовать так называемый JSX синтаксис. который придуман в Facebook. Далее, что мы видим? Мы, допустим, в данный момент из нашего конструктора React Native подключаем компонент, который называется txt. То есть этот компонент для того, чтобы отрисовывать текст на экранах наших девайсов. Также компоненты можно создавать при помощи классов. Но это не традиционный способ, который мы в основном сейчас не используем. Почему? Потому что Facebook придумал новое ведение, которое называется React Hooks. И вот эти вот хуки, это хуки по работе с состоянием приложения. Они не работают в классах. И поэтому Facebook просто отрубил вот эту всю классовую парадигму из своего конструктора из-за того, что классы имеют свои ограничения. Они влияют на производительность, и повторный ререндер происходит в некоторых случаях. Поэтому сама по себе вот эта вот парадигма, она устарела, по мнению Facebook. Познакомимся с базовыми компонентами. С txt мы уже познакомились. Следующий компонент называется Image. То есть это компонент для отрисовки изображений. То есть опять же все у нас. Мы импортируем React, чтобы работал GSX. Функция, стрелочная функция App, куда мы заворачиваем компонент Image. Куда в свою очередь мы передаем Source, путь, где лежит картинка. Вот у нас картинка лежит по этому URL. URL поменяли, поменяется картинка. Также этот компонент содержит style. То есть props, который называется style. Сюда можно передавать различные стили. У каждого компонента стили специфичные. Ну, например, можно поменять изображение в данном случае. Сделать его больше. Сделаем не 100, сделаем 300. Вот. То есть все это динамически рендерится. В Objective-C и Jive вам бы пришлось бы вот это изменение ждать минуту, чтобы посмотреть, что происходит на экране. Самый фундаментальный компонент для создания пользовательского интерфейса это View, контейнер, который поддерживает макет с Flexbox стилем. Flexbox – это альтернатива верстки в CSS, которая позволяет позиционировать элементы гораздо проще, чем это раньше было вот с этим, ну, с древним ванильным CSS. Поэтому мы верстаем компоненты в React-нетив приложение при помощи Flexbox. Вот у нас три View здесь представлены на экране. И два внутренних контейнера. Вот один у нас получается голубой, второй золотой. Вот мы сделаем, допустим, их по 0,5. Что произойдет? У нас произошло деление экрана пополам. То есть мы можем за счет простых цифр в процентном отношении указать, сколько будет тот или иной контейнер шириной на экране. Подробнее о Flexbox вы можете пройти по этой ссылке и почитать более детально. Мы сейчас на этом останавливаться не будем, потому что это уже тема отдельных наших уроков, которые мы будем проходить вот в этом уроке, который называется верстка компонентов. Здесь очень подробный урок о том, как вообще, что делается и для чего. Следующий компонент StyleShift. В React-нетив вы стилизуете свое приложение с помощью JavaScript. Все основные компоненты принимают свойства с именем Style. Имена и значения стиля обычно соответствуют тому, как работает CSS в сети, за исключением того, что имена пишутся с использованием верблюжьего регистра. Например, Background. Смотрите, да, как пишется. Background, C большое, Color. В CSS вы пишете по-другому. Background-Color. Да, кто знает. Сейчас поднимите руки. Нет таких в зале? Ну, в общем, тут тоже все идет уже про то, как используются стили. Более детально зайдете на наш сайт и посмотрите. Следующий компонент Activity Indicator. Также вы берете, например, ну, спиннер, показать загрузку сети, например, или загрузки картинки. Как это сделать? Все просто. Вы берете из библиотеки React-нетив, из нашего конструктора, подключаете Activity Indicator. Вот у нас первый компонент, Activity Indicator, второй компонент, третий, четвертый. Да? Здесь мы указываем размеры. Соответственно, Large, то есть, уберем, по дефолту у нас что будет? По дефолту у нас Small. Да? И поменяли цвет на любой спиннер. Какой захотели, такой сделали. Компоненты, композиции компонентов. Компоненты могут ссылаться на другие компоненты в своем выводе. Результаты отрисовки. Подобно матрешке, компоненты вкладываются друг в друга. К примеру, мы можем создать компонент App, который отрисовывает компонент Hello World много раз. Вот, смотрите, что. То есть, мы создали стрелочную функцию Hello World, в которую передали компонент Text. Все. Теперь, что мы можем делать? Мы можем переиспользовать его многократно. Мы берем, обращаемся к стрелочной функции компоненту Hello World. Вот он, компонент. И три раза его распечатываем. Если мы хотим больше раз распечатать, пожалуйста. Все просто. И это основная концепция React, за что его любят, что мы создаем некоторые контейнеры, компоненты, которые можно переиспользовать с разными значениями. Как менять значения, об этом сейчас чуть позже. А прямо сейчас уже, вот у нас как раз следующая тема, называется Props, параметры. Большинство компонентов можно настроить при их создании с различными параметрами. Эти параметры создания называются Props. Ваши собственные компоненты также могут использовать Props. Это позволяет вам создавать один компонент, который будет использоваться во многих разных местах вашего приложения с немного разными свойствами в каждом месте. Чтобы получить их значение, обратитесь в Props и имя ваших функциональных компонентах или ThisProps и имя ваших компонентах класса. Пример. Вот, смотрите, тот же пример, что у нас был выше, только в чем отличие? Мы стрелочной функции передаем параметр Props и обращаемся к этому Props по имени Name. То есть наш Props будет Name. Что мы делаем? Опять мы три раза распечатали. Мы передаем Props Name, в первом случае Luke, и нам что отрисовывается? Luke. Отрисовываем John, отрисовывается John, передаем, точнее, Иван, отрисовывается Иван. Передаем, например, ник, передается у нас ник. Таким образом вы можете работать с Props. Если вы хотите передать, например, другой Props, назовем его, например, Age. Age. Возраст. Да? Передаем возраст. 23. Чтобы нам добраться до возраста, что нам необходимо? Нам нужно сделать Props Age. Смотрите, что произошло. В третьем случае у нас распечаталось 23. Почему? Потому что здесь Age, Props, передан, а в этих случаях он не передается, поэтому, соответственно, ничто не отрисовывается. Если мы Age передадим и сюда, здесь у нас будет, допустим, 18 лет, 19, здесь у нас будет 15. Вот. Если вы хотите добавить, например, несколько Props, можно сделать так, Props, Name. Вот. Hello Luke 15, Hello John 19, Hello Nick 13. То есть это фундаментальная вообще база React Native, как создаются компоненты и как пробрасываются свойства через них.